друзья всем привет сегодня будет ролик по гпт по ассистентам гпт как работать со своими базами данных с гпт у меня уже был ролик на эту тему три месяца назад но он не совсем актуальный там мы использовали стороннюю библиотеку которая не совсем эффективная а сегодня мы будем рассматривать напрямую запросы к документации openi месяца три назад вышло обновление на openi и там добавились ассистенты туда можно загружать большие базы данных по моему там точно 20 файлов и максимум размер файла может быть 500 мегабайт 512 если быть точнее вот и в этом ролике посмотрим как вообще использовать ассистентов для каких-то полезных целей которые можно как-то вот монетизировать создавайте тех же telegram ботов с этими ассистентами консультантов и так далее тут мы можем прочитать что такое ассистенты вообще да и зачем они нужны вот как бы я так понимаю сама цель то есть автоматизировать вот какую-то работу чтобы вот искусственный интеллект выполнял какие-то наши повседневные задачи например там какие-то там кол операторы и подобные такие вот профессии то есть чтобы человек чтобы ассистент мог общаться с клиентами и так чем он отличается вообще от обычного чата gpt здесь плюсы что ассистент может сам вызывать какие-то функции в коде например может также принимать файлы как я говорил ранее и и пока это все из-за того что он как бы от чем что его отличает от чата gpt то есть мы можем работать с кодом с ним он может обращаться каким-то сервисом по api и также принимайте до 20 файлов по пол гигабайта но по факту сам ассистент будет использовать какую-то версию gpt которую мы ему укажем и будет работать на базе чата gpt также здесь мы видим вот до 20 файлов по 512 мегабайт каждый также есть ограничение по токенам а то есть файле может быть максимум 2 миллиона токенов достаточно много и максимум размер пол гигабайта нам этого должно пока вполне хватить и давайте приступим к коду и так первое что нам нужно сделать это мы возьмем нашу базу данных здесь мы будем загружать файл потом этот файл мы будем передавать уже при создании ассистента и так наша база данных будет вот так будет примерно выглядеть наша база данных тут у нас будет две вакансии кассир пятерочку и вакансия сборщика сбермаркет и так загрузим нам нужно указать наш файл укажем сначала где это находится и сам файл data.txt указали файл теперь нам нужно перейти к следующему запросу создаем нашего ассистента также важно заметить что мы используем обновленную версию опена и библиотеки 161 если у вас какая-то другая то либо обновите либо переустановите ее команды я оставлю под видео и так здесь мы можем вписать имя например пусть у нас будет напишем на русском что он будет делать тут у нас указана версия гптч turbo давайте поменяем возьмем вот эту модель загоним сюда так здесь у нас указано что он должен работать с кодом а поменяем наш возможность работать с кодом на данную функцию также можно указывать и ту и другую но пока нас работа с функциями не интересует также здесь мы указываем файл айди файла который мы создали и так давайте создадим ассистента прошел запрос успешно давайте посмотрим да вот наш ассистент инструкция почему там они указалась если что мы можем зайти в наш аккаунт openi и в вкладочку ассистенты здесь мы можем все делать руками не обязательно все создавать кодом и также кит там файлы подгружает все удалять можно прямо здесь давайте зайдем прям к нему видим наш файл загружен инструкции у нас не указаны давайте укажем их тут вручную и давайте попробуем сделать запрос по нашей базе данных итак мы его спросили какие есть актуальные вакансии на работу и он нам ответил прямо по файлу все данные по данным вакансиям можем спросить например на вопрос какая зарплата на вакансию кассир в пятерочке он указал как есть фиксированный оклад что в принципе совсем верно так как у нас указана зарплата за смену давайте переформулируем запрос вот теперь он ответил правильно 2050 рублей за смену все правильно по базе данных отвечает а теперь давайте выполним запросы кодом это мы пока можем убрать главное нам записать айде ассистента больше здесь нам ничего не понадобится закомментируем это чтобы обращаться к нашему ассистенту для начала нам понадобится создать трет сообщениями и укажем наше сообщение контент дальше мы запускаем наш трет и ждем 10 секунд эти 10 секунд нужно чтобы подготовить ответ ассистента дальше мы обновляем наш трет и получаем все сообщения данного треда выводим его последнее значение чтобы получить конкретно ответ нашего ассистента и также возвращаем этот же ответ здесь мы можем указать аиде нашего ассистента файла и тряда если вдруг мы уже их создали трет у нас также есть можем просто скопировать прямо из аккаунта опына из диалога с ассистентом и файл айди в данной функции мы не используем это можем убрать он нужен только при создании ассистента когда мы загружаем нашу базу данных и так давайте сделаем спрос и так мы сделали запрос какая вакансия более оплачиваемая передали в нашу функцию подождали 10 секунд метод был написан и wait но у нас синхронная функция поэтому нужно использовать просто time slip а вот и получили ответ нашего ассистента он говорит то есть что вакансия сборщика в забермаркете более актуальны чем вакансия кассира в пятерочке и что в принципе соответствует нашей базе данных так у нас здесь оплата такая здесь такая все правильно говорит мы можем загрузить более 20 файлов и гпт точнее ассистент будет по ним хорошо ориентироваться также помните что если вам нужна помощь написание проекта какого-то программы алгоритма в том числе торгового алгоритма можете написать меня в телеграме и мы с командой сможем помочь вам и реализовать ваш проект также пишите комментарии это продвигает мой канал видео за это буду очень благодарен ставьте лайки если будет интересно можем сделать еще такой ролик по взаимодействию гпт с функциями как он обращается на разные api сервисы всем в принципе все переходите в телеграм-канал всем спасибо за просмотр всем пока